В школе номер 16 Славянска-на-Кубани также прошли торжества, посвященные празднику последнего звонка. С подробностями наши корреспонденты. Для каждого школьника, от первоклассника до выпускника, сегодня прозвенит последний звонок. Для некоторых это веселое и радостное событие, а кто-то, услышав его, с грустью обернется на прожитые школьные годы. Перед у них начало новой жизни, совсем другой и взрослой. В этот праздничный день все школьники по-настоящему взволнованы, ведь скоро прозвенит последний звонок. Очаровательные выпускницы, словно первоклассницы, нарядились в школьную форму, надели фартуки и завязали белоснежные бантики. Молодые люди в строгих костюмах стоят с букетами цветов. Последний звонок останется в душе каждого выпускника, одним из самых ярких воспоминаний. Для большинства школьников последний звонок – это начало летних каникул. И администрация, районная и городская, делает все для того, чтобы обеспечить комфортный отдых детям. На торжественную линейку поздравить учеников, выпускников, их родителей и учителей школы номер 16 пришел глава города Славинска-на-Кубани Александр Коновалов. Летние каникулы, наверное, самые желанные, долгожданные, большие планы, надежды, мечты. Администрация города постаралась вам приготовить и детские площадки, и спортивные площадки, и сооружения, парки, скверы, для того, чтобы вы в летний период, в летние каникулы набрались сил, для того, чтобы дальше грызть гранит науки, школы, учебы. И все это у вас было успешно. Каждый школьник на всю жизнь запомнит свой последний звонок, а те, кто его еще не пережил, мечтают об этом желанном событии. Ангелина Есепова только начала свою школьную жизнь. Девочка с гордостью рассказывает о том, чему научилась за первый год. Мне очень понравилась школа. И когда я войду на каникулы, я очень могу достучать своими одноклассниками. Школьные годы называют лучшими годами, а последний звонок – это символ уходящего детства. Это уже не очередной утренник, это прощание с определенным этапом жизни и встреча с неизведанным и таким загадочным будущим. Именно поэтому последний звонок – немного грустный день. На щеках многих выпускников, учителей и родителей блестят слезы. Грусть приятная, смешанная с нетерпеливым ожиданием того, что ждет впереди. Я испытываю безумное волнение и грустно покидать школу, учителей и родных мастиков. Грустно, безумно грустно расставаться. Восторг от встречи со школьными друзьями, нотки грусти от скорого расставания с родной школой, предвкушение выпускного бала, ответственная подготовка к экзаменам – эти эмоции испытывает ученица 11 класса Дарья Шевцова. Хорошистка, занимает активную школьную позицию, готовится к поступлению в Краснодарский университет культуры и искусства. Сегодня она – выпускница. Мы выходим во взрослых жизни, у каждого будет свой путь, мы уже можем создавать свои семьи, мы уже все взрослые. Ну и с другой стороны, конечно, грустно, потому что мы больше никогда не сядем за парты, мы больше никогда не будем делать домашние задания. И, возможно, кого-то никогда не увидим из наших одноклассников, кто, может, уедет очень-очень далеко. Поэтому и грустно, и радостно, а так хороший день, конечно, очень праздничный и торжественный. Дарья Шевцовой в одном классе учился Алексей Шкабарня. У него за школьным порогом начнется новая жизнь. Ведь впереди у Алексея вступительные экзамены в военную академию в Санкт-Петербурге. Настроение отличное, немного жалко школу. Про Китай. Будем скучать по ней. Ну, надо двигаться дальше. Это серьезный шаг уже закончить школу. Осталось только стать экзамены. В день последнего звонка звучат искренние слова благодарности и уважения учителям. Ведь всего, что добились школьники, их совместная заслуга. Классным руководителям не просто расставаться с ребятами и отпускать их за школьный порог. Для учеников 11-го Б Светлана Владимировна Ванжа – самый классный, классный руководитель. У меня замечательный класс. У меня 10 прекрасных пальчишек, 13 замечательных девчонок. Дружные, веселые, шумные. Как все, наверное, дети. Конечно, будут скучать, конечно, грустно. Но в то же время красивый праздник. Мы так долго его ждали, мы так долго к нему шли. Я надеюсь, что детям это запомнится. Самое главное. Звонкий колокольчик дал старт началу летних школьных каникул. Для кого-то он прозвенит в последний раз, провожая его взрослую жизнь. А кто-то просто хорошо отдохнет летом и осенью вновь вернется за школьные парты. Надежда Неткочева, Михаил Варгулев, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok